Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я вас очень прошу, помогите, пожалуйста, что делать, если муч постоянно играет в телефоне, мне внимания не уделяет. Безразличен, стал ко мне, не скажет ласковое слово, не обнимет, не поцелует. Начинаешь ему говорить, он становится агрессивным и может поднять меня на руку. То, что мне делать, я уже не знаю. Анонимно, пожалуйста. Что именно анонимно, не очень понятно, потому что вы своё имя засветили. Но, так или иначе, если от вас поступит просьба удалить мой ответ, я это сделаю. Вот. Как бы, не проблема. Значит, во-первых, если вы хотите, чтобы муч обратил на вас внимание, то давайте сразу определимся с тем, из какого чувства вам ну, самой это нужно. То есть, вам обидно, что человек не обращает на вас внимания. Обидно, неприятно, может быть больно. Вот. вот. То есть, вас это как-то задевает. Да? Да? такое чувство, что вы хуже, чем вы, ну, себя чувствуете и ощущаете на самом деле. Это первый момент. Второй момент. Второй момент. Вы требуете от своего мужа соответствовать какому-то стандарту. Стандарту вашему. Стандарту отношений. это другой момент. Третий момент. Муж совершенно очевидно не всегда себя так вел. Он вел себя ну, вероятно, иначе стало по-другому. Какое-то время назад. Но потом потом что-то изменилось. Потом что-то стало по-другому. По-другому. Что именно стало по-другому? Что изменилось в его жизни? Что он стал так себя вести? Знаете ли вы, что происходит в его жизни? Сейчас. Знаете ли вы, что его беспокоит? И так далее. Или вы хотите просто, чтобы он поменял свою модель поведения? К сожалению, это невозможно. Человек не может просто взять и поменять модель поведения. Для этого нужна мотивация. Чтобы появилась мотивация, нужно, чтобы на нее была энергия. Чтобы появилась энергия, нужно, чтобы она где-то освободилась. Чтобы она освободилась, нужно обратить внимание на то, на то человек ее тратит. Вы можете сказать, он тратит ее на то, что играет в телефоне. Нет. Игра в телефоне – это бегство от реальности. Ваш муж убегает от чего-то в реальный мир. Ой, и наоборот. Ваш муж убегает от чего-то в виртуальный мир. В мир игр. Нужно посмотреть от чего. Нужно посмотреть от чего он туда бежит. Вот прям буквально. Вот буквально от чего он туда бежит. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Вот, понаблюдайте за мужем. Поспрашивайте себя, какие чувства он вас вызывает в тех или иных ситуациях, в тех или иных обстоятельствах. Как часто вы выращали своему мужу тепло, любовь, заботу, и так далее. Главное время это начать. Если вы это чувствуете, конечно. Если вы это чувствуете, начинайте. Я думаю, что вам три условия. я думаю, что человек испытывает какие-то к вам чувства. Я думаю, что человек испытывает ответит. и так начнётся контакт. Кстати, как вы как вы просите, просите, да, как вы просите своего мужа о внимании, ну, как вы ему об этом говорить. Буквально, буквально, как вы ему об этом говорить, какими словами. давайте тоже поиследуем поиследуем немножечко этот момент, посмотрим на него. может быть, имеет смысл подкорректировать, чтобы муж не воспринимал, чтобы муж не относился подкорректировать к вам, к вашей просьбе, точнее, к вашей, ну, именно к вашей просьбе, как к нападению, как к надежду какому-то, может быть, тогда ситуация будет лучше, может быть, тогда вы сможете более полно понять своего мужа, ну, то бишь, то бишь, то бишь, близкого человека. Как вам кажется, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.